Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают стенд-развал-схождение, проверим и сохраним показания текущие, ничего не трогая, заезжаем на подъемник и меняем колеса. С летними колесами мы снова заезжаем на стенд-развал-схождение и проверяем, есть ли какие-нибудь изменения. Кроме этого, перед тем, как ставить летние колеса, мы их сначала отправим на балансировочный станок и проверим их состояние, а при необходимости подкорректируем. Все это мы сможем с вами наблюдать почти онлайн своими глазами и, соответственно, потом делать выводы, как вам такое предложение. Помчались? На этой машине развал-схождение регулировал аккурат в прошлом летом, так что можно сказать, что изначально параметры в допуске. Похоже, у меня за зиму подспустили колеса, да? По два это мало. Я был уверен, что у меня во всех колесах нормальное давление. А скажи, пожалуйста, вот этот манометр, который... Мишелин, да. Насколько он точный? Постоянно тестируют его, а другие они не берут. Ясно. То есть это обязательно для настройки стенда, да? Да, это обязательно для распотребного обзора требуется, чтобы показания были точно на основании. Даже для меня эта новость приятная. Так, в принципе... Небольшое отклонение по задней оси мы видим, схождение правого заднего колеса нарушено. По переду... Ну, как бы... Можно сделать более идеально. Ну, спасибо. Приятно, когда все галочки зеленые, правда? Ну что ж, буду надеяться, что и дальше так будет. Теперь моя задача переставить машину на подъемник и занимаемся колесами. А скажи, пожалуйста, а свои колеса ты каждый сезон балансируешь? Обязательно. А развал схождения проверяешь? Ну, преимущественно на летний период. Разница в чем? 16-е, 15-е? Нет, они... Или ширина? Ширина диска, правда. А, ширина диска? Да. А общий размер колеса при этом одинаковый? Да. Но ты все равно делаешь развал схождения? Да. И есть различия? Конечно. Ну, у меня сейчас диски одинаковые будут, но резина летний и зимний. Посмотрим. Ото с в colипастом. Б잠-бах. Цена на машине, паха из baил Ishida. Ой. 15 граммов. 15 грамм вроде бы немного. Это как раз тот вес, который вы не почувствуете. Но станок беспристрастно сообщил, что колесо разбалансировано. Посмотрим, что будет с остальными. Колесо номер 2, 10 грамм. Лево 10, вправо 25 граммов. Приятно пользоваться служебным положением, когда есть такая возможность. Посмотрим, что будет сезон. Конечно. Последний диск. Та-дам! А ты считаешь, что вот эти 10-15 грамм существенно или несущественно? Это повод, чтобы перебалансировать колеса? Как ты думаешь? Или можно так кататься и ничего не будет? Ну, по идее можно кататься, но проверить желательно, потому что вместо 10 грамм может быть 40, а 40 это будет очень некомфортно. А когда появляется дисбаланс, который ощутим? Ощутим. Это все зависит от веса колеса, естественно. Но в среднем 5% от массы всего колеса это уже существенный дисбаланс. Наука. Да, я специально учился. К нам приезжали представители Nokia. У них там еще свои фишки есть при шиномонтаже даже. Nokia оперативнее новое одевать шину, надо ее раскачивать до 8 атмосфер, чтобы она плотно села. Потому что можно отбалансировать колесо, и через 200 километров его придется опять балансировать. А вообще, вот по-твоему, как часто надо проверять балансировку колеса? Ну, каждую снять установку шин, естественно, при любом случае. Ну, это когда снимаешь резину с диска и ставишь обратно. А вот как в моем случае, когда резина хранится уже на дисках? Ну, каждое миссию звонить надо проверять. Не я один, так думаю, видите. Колесо отбалансировано. Обратите внимание, колеса, которые стояли на этой машине и сейчас будут установлены, имеют одинаковый размер. Вы можете в этом убедиться самостоятельно. 215, 65, 17. И точно такой же размер у второго колеса. 215, 65, 17. Однако, при этом они различаются в высоте. Я не знаю, видно вам или нет, но вот это колесо как будто бы выше. Ну, и разные диски. Хотя по параметрам одинаковые. Так что лишние доказательства того, что проверять параметры развал-схождения надо. Вижу, как я тут запихиваю колесо. А ты почистил эту ступицу? Вот она, изнанка видеосъемок. Я хочу снять, как надо чистить ступицу. Степа подходит и надевает колесо, не почистив. Балансировать колеса и не чистить ступицу? Деньги на ветер. Колесный диск с зимней резиной неплотно прилегал к тормозному диску. И образовалась коррозия по кромке диска. Поэтому надо защищать. Не то, чтобы неплотно прилегал, а просто у него посадочка. У него другая форма, другая площадь. А вы знаете, что у колесных болтов есть свой ресурс? И он ограничен примерно 40 циклами. То есть 40 раз открутили колесо, прикрутили, затянули. И болтик желательно менять. Даже если внешне он выглядит еще нормальным. Давай, давай, работай, работай! Деньги на ветер. Что у нас здесь с воздухом? Нормально. Деньги на ветер. 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 Достаточа. А все потом приятная ветер. Нормального моркового. Деньги на ветер. Нормальный блюд. Принемное. Но он решил не балансить. Так, смотрим. У нас изменилось схождение передних колес. То есть красненького встала побольше немножко, да? Да. Теперь встала, оно уже вне допуска. И как ты думаешь, чем это связано? Резинка одного размера? Вылет диска другой. Понятно. А вот скажи, пожалуйста, зимняя резина, она же, по идее, выше профиля, должен быть протектор выше. То есть в любом случае изменения какие-то можно ожидать? Можно ожидать. А особенно изменения идут, когда смена размеров диска. Ну, с 16 на 17 и так далее, да? Да, то есть можно представить две непараллельных прямых и соответственно... Ну, в данном случае я как раз хотел показать, что если диски и колеса одного и того же размера, то изменения могут случиться. Могут, да. Не обязательно, что они будут, но это очень важно. Вот так в данной ситуации. Регулируем? Регулируем. Работаем. Зеленым-то станет? Товарищ специалист, ну ты скажи, зря мы это затеяли или не зря? Нет, не зря, конечно. Заднее колесо, оно как было сбито, так оно и осталось. А вот попереду ушел не только положение руля, но и схождение изменилось в минус. Причем наверняка это... Ну, уже за допуски все вышло. А, уже за допуски. Да, точно. Ну, не факт, что это бы на руле чувствовалось или чувствовалось? Это бы могло чувствоваться, как на руле, и на износе колеса-то обязательно было почувствовалось, где-нибудь в середине лета уже внутренняя сторона была бы изношена. Мораль такая, что не нужно ждать вот этих симптомов, а все нужно делать заранее. Конечно. Спасибо. Если бы автомобиль был управляемый, то есть. Тот самый момент, когда я понимаю физику процесса, но не могу его объяснить. И вы не обязаны мне верить на слово, и я чувствую, что в этот момент может быть какое-то напряжение. Чтобы объяснить, скажем так, на пальцах, я решил обратиться за помощью к специалисту. И я думаю, этот колбачок вы уже узнали, потому что его водитель, это известный нам по проекту Капиталка, технический специалист проекта Гараж Гуру. Александр, Александр, приветствую. Я к вам остановлюсь. Значит, о, мы оба в кадре, да? Значит, причина, по которой я тебя позвал, это невозможность своими словами объяснить понятные для меня вещи. Поэтому вынужден обратиться к Гуру. Но мне будет проще показать тебе, в чем вопрос, если мы пройдем в Римзону. Вопрос в следующем. Я закатил свой автомобиль на зимней резине, потом эти колеса поменял на летние и снова загнал на стенд и увидел разницу в показаниях. Но мне трудно объяснить, почему это происходит, потому что, как мне привели пример дискуссии, ступица колеса, прикрученная к бетонной стене, не будет менять свое положение, какие бы колеса на нее не вешали. А развал вхождения – это отношение одной ступицы ко второй. Правильно же я понимаю? Ключевый момент – бетонная стена. И вот здесь каверза в том, что у нас ступичная часть видится не бетонной стене, а через систему рычагов, который блок и шаровый запор, подрамник, который в своей офисой стоит за шлем блоков. Поэтому меняя какой-либо параметр, а параметр здесь масса, в данном случае поменяла параметр покрышки. И высота покрышки, ее износ, а также упругие характеристики поменяли тебе вот это плечо. Фактически радиус от центра качения колеса до контакта поверхности, в данном случае опор стенда, ну или дороги. В этом случае поменялось плечо, а поскольку колеса у нас с тобой имеют определенную иглу установки, это восхождение, угол развала, то это плечо встает уже момент. Куда приходит этот момент? Этот момент приходит на рычаги, на сайлентблоки, на шаровое соединение. И в этом случае положение колеса, а именно положение головы с ног колеса, меняется. Более того, якобы, очень важный момент, что даже сняв одно плечо и то же самое плечо поставив в другом положении, мы можем с того получить уже разницу при показаниях стенда. Почему так происходит? Потому что в ступочной поверхности уже не садится ровно. Именно по этой причине мы всегда делаем компенсацию, прежде чем начать проверку и регулировку углов. То есть компенсация нужна с целью определения неровности обода колесного. А что такое компенсация? Как понять, мы делаем компенсацию? Ну вот сейчас как раз механик будет производить регулировку углов в ступочных колес, и датчик никогда не садится на ступочную часть, на колеса, если бы точно, одинаково ровно и не точно. Поэтому прежде чем мы будем проверять или снимать характеристики, установив датчики, мы провернем колесо, тем самым стенд поймет, какие неровности в верхней части и нижней имеют каждое колесо. Другими словами, как стоит датчик? Так или вот в таком положении? Простите за мой французский. Но ведь именно после этой калибровки и коррекции все равно на стенде, грубо говоря, вместо зелененького появилось красненькое. Согласен. Радиус, который мы с тобой уже поменяли, у нас не будет никогда двух одинаковых покрышек. И в твоем примере, летняя и зимняя резина однозначно имеет износ. Она однозначно имеет разные упругие характеристики. Ее реакция совершенно по-разному передается на стене блоки. Вот это ключевой момент. Более того, мы как раз и знаем, что летняя резина имеет более упругие свойства, она более твердая, она более износостойкая, зимняя резина мягкая. Пятно контакта также будет различным. Вот по всем этим параметрам, которые целое множество, мы видим отклонение. Поэтому основный момент. Смотрим мануал, смотрим кинематику подвески. Фактически даже не наша задача, а задача конструктора Кладула. Исходя из кинематики подвески, исходя из изменения вот этого радиуса, изменения питательной карты, дайте рекомендации клиента. Проверяем, где мы сейчас колес, либо оставляем подвески. Нет, давай вот мы сейчас с тобой дадим нашим зрителям, нашим подписчикам рекомендации. Необходимо проверять параметры при смене колес зимние на летние, например, или же это всего лишь рекомендации? Если это рекомендовано заводным изготовителям, то, конечно, это обязательное условие. Почему? Потому что, как я уже сказал, в зависимости от диаметра покрышки, в данном случае от радиуса, да, центра белого опора, может существенно приняться, понимать, как конкретный подвеск конкретного автомобиля. Как произошло в том случае. В общем случае, это не является обязательным условием, это является рекомендационным характером. Но часть моделей премиального сегмента, модели с большими колесными дисками, модели со сложной кинематической подвеской обязательно требуют проверки углов основных колес. И чаще всего это не только проверка, но и регулировка после сезонной смены покрышки. Слушай, это очень интересный задел на будущее. Я предлагаю нам с тобой встретиться на эту тему и снять отдельный материал о том, как правильно регулировать прозавосхождение. Потому что я знаю, как нужно определенный вес класть в салон, определенные требования по заполняемости бака. И для каждой марки это свое собственное требование, правильно? Об этом я так чувствую, что говорить можно долго. Да, вы говорите, очень можно долго. Более того, в ряде случаев требуется даже наличие манекена на водительском сидении для того, чтобы создать ту нагрузку, которая есть в реальных условиях. То есть взять помощника 80 килограмм, посадить на кресло. Ну и конечно, те моменты, которые очень важно учитывать. Это давление в шимах, это состояние пружин, состояние элемента подвески, износ протектора. Все это обязательно с тобой обсудим и уже придется правильной рекомендацией. Подписывайтесь на наш канал, будет интересно. Спасибо, Александр. Великум. Не знаю, как для вас, для меня данная процедура оказалась весьма полезной. Я не хочу навязывать вам какие-то выводы. Вы все видели своими глазами и сможете сделать эти самые выводы самостоятельно. От тебя я хочу сказать только, что вот те самые небольшие граммы, небольшие доли градусов, которые являлись отклонением от норматива, они, может быть, и не чувствуются при вождении. Но на что они, безусловно, влияют, так это на ресурс. На ресурс резины, на ресурс подвески, на ресурс ступичных подшипников. И поэтому мораль такая, не ленитесь. Большое спасибо. Пожалуйста. Я, пожалуй, присяду. И мораль такая, не ленитесь делать лишние проверки, когда у вас есть такая возможность. Потому что профилактика, она всегда дешевле, чем какой-либо ремонт. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. С вами был Яков. Субтитры сделал DimaTorzok